Для создания всплывающего окна есть вкладка PopUpMaker, кликаем, открывается панель, тут есть кнопка добавить новое всплывающее окно, кликаем. Первое окно будет называться у нас консультация, так и введем консультация. Здесь вот эта панелька есть, форма редактирования, ставим сюда курсор, кликаем добавить форму, выбираем из двух форм нужную форму, выбираем консультация и добавить форму. Выравниваем по центру, спускаемся вниз, есть вкладка отображения, заходим в отображение, выбираем тему оформления всплывающего окна, то есть ее дизайн. Существует несколько вариантов, но самым лучшим является Lightbox. Выбираем Lightbox, переходим во вкладку размер, выбираем маленькое, здесь минимальную ширину устанавливаем 100, устанавливаем единицы измерения пикселей, переходим в анимация, выбираем тип анимации, затухания, движения, ну просто это лучший вариант появления окна, выбираем. Здесь нужно выбрать скорость анимации для самого плавного вывода всплывающего окна, сделаем максимальную. Начало анимации я оставляю вверх центр, потому что так более красиво выглядит. Переходим в позиция, в расположение делаем середина центр, но это самый лучший вариант, там можете другой выбрать в принципе, там все понятно. Теперь переходим во вкладку закрыть, в подкладку альтернативные методы и выбираем, сюда ставим чекбокс для того, чтобы закрывать окно, кликнув за его пределами и с помощью, здесь ставим в галочку чекбокса, чтобы закрывать окно, с помощью кнопки Escape. Так, все настроено, теперь опубликовать. Теперь нам нужно настроить дизайн нашего всплывающего окна, ну фактически нужно поставить правильный цвет и рамки создать. Смотрите, вот во вкладке PopMaker есть под вкладка темы всплывающих окон, заходим. Для установки цвета вам нужна маркировка цвета, также под видео будет ссылка на сайт, где вы можете выбрать цвет и скопировать его в маркировку. Переходим, я выбрал тему оформления Lightbox, да, кликаем, наводим на ней, на эту тему и кликаем изменить. Мы подредактируем шаблонную тему оформления окна, которая называется, эта тема называется Lightbox. Смотрите, фон под всплывающим окном, выбираем, кликаем сюда и нам нужно в этой панели выбрать цвет. Можете выбирать вот так с помощью нижней палитры, да, и потом просто передвигаясь, смешивая их, задавая насыщенность вот этой шкалой, да, либо просто скопировать вот сюда маркировку с того сайта, про который я вам говорил. Я просто скопирую маркировку, потому что ее уже скопировал, мы такой вот желтенький цвет зададим оранжевый. Теперь мы заходим в контейнер, граница, сплошная, меняем сплошную границу на край и выбираем здесь также, изоставляем цвет маркировки. Сейчас, может отбиваться чуть-чуть, повторно заходите туда. Вот, отбрасывание тени, черный меняем также на оранжевый. Теперь закрыть, приходим в настройки кнопки закрытия вот этого крестика, здесь фон, вставляем также цвет маркировки, да, и вставляем мы с вами отбрасывание тени, также на желтый меняем. Все, настройка завершена, теперь сохраняем изменения, кликнув по кнопке обновить. На этом настройки всплывающих окон под нашей формой обратной связи мы закончили.